Приветствую, друзья! С вами Лена, канал Ленуся Мур. Сейчас мы с вами сначала посмотрим, что мне удалось сделать за выходные. За выходные повозились, естественно, как всегда, на сказках, чтобы отчитаться в соточке. Такой алкогольный между собойчик, я его называю. Ну, правда, там никто ничего такого не делает и не предлагает, но подоплека какая-то такая и есть. Еще по соточке оно именно об этом. Ну, правда, соточка это имеется в виду что-то типа крепких напитков, наверное. Так, ладно, что-то я не то начала. Начнем сначала. Так, друзья, в выходные мне удалось на сказках сделать 740 крестиков. Позаполняла я... Сейчас покажу, где. Позаполняла я в основном зелеными цветами. Походила тут и там. Поубавила вот эти большие прорехи. Выставила отчет. Мне уже сказали, что у меня битва рыцаря с призраком получилась. Она, наверное, да. Вот здесь уже образуется крыша нижнего строения, вот такая круглая. Там уже видна стена крепостная и ворота. Так, вот видите, так двигается, двигается потихонечку. Дальше поработала я еще... У меня времечко осталось. Я поработала со своей девочкой Маечкой. Посмотрите, заполнила всю фигурку полностью. Все, полностью заделала. Как раз вот, когда снимала вот эти ножки, когда я вышивала вот эти ножки, я озвучивала свои рассказы про детские страхи. Как раз хватило ножек, чтобы это сделать. Вот посмотрите, как она выглядит. Это, конечно, далеко от картинки, как там должно быть. Сейчас, погодите, я возьму ее. Далеко от картинки. Картинка значительно нежнее. Видите, да? Но есть еще надежда, что играет вот этот светлый фон свою роль, не зашитый. Если он зашьется темненьким, то, возможно, это будет выглядеть по-другому. Я даже не хотела вам показывать без зашитого фона хотя бы кусочка, чтобы не портить впечатление. Тут, конечно, все очень условно. Но, как сказала Олеся, вышивка со смехом. Она сказала, что любую нанесенку можно довести до ума умелым бэком. Но на то я и рассчитываю прибавить некоторые, в том числе, лессировочки. Тут, видите, носочки значительно светлее, чем здесь получились. Вот этот цвет можно будет подпустить немножко еще на носочки поверх, чтобы подогнать их вот к этому оттеночку. Ну, то есть, да, еще можно поработать, но эти все поправки надо делать тогда, когда будет работа закончена в том виде, как она должна быть, и тогда уже смотреть, что и как нужно исправить. Тут еще на этой нанесенке есть такая особенность, что вот эти вот значки, значки, тут я все зашила, уже не могу показать, что вот эти вот значки, ну, вот, например, полосочка косая, я не знаю, я завернула вот сюда, у меня завернуто, и я не могу посмотреть, где тут что, но на схеме, вот видите, да, земля, смотрите, какие тут значки. Вот, за девочками ножками сразу начинается, посмотрите, здесь за девочками ножками начинаются такие косые полосочки и вертикальные желтые, да, а здесь, посмотрите, что треугольнички и шестерочки, то есть значки на схеме не соответствуют значкам на самой нанесенке. Поначалу это меня озадачило, но, короче, понятно, что сюда я смотреть не буду, на завернутые разворачивать, правильно? Поэтому я смотрю на схему, ищу это же место, грубо говоря, нахожу это место и смотрю уже вот в этом ключе, то есть у нас треугольнички и шестерочки, треугольнички это, да, номер 4, вот они, вот они, показываю на экране телефон, шестерочки, вот они, восьмой номер. И уже тогда я на своих органайзерах ищу восьмой, четвертый номер соответственно. Ну и смотрю по картинке, чтобы это были цвета более-менее соответствующие. Такая сложноватая система, но ничего. Но я впервые с таким столкнулась, что значки на самой ткани отличаются от значков на ключе. Что еще? Я вот эти свои, которые купила моточки для фона, видите, два оттенка посветлее, потемнее, я их перемотала вот таким вот образом сразу. То есть я не стала их цеплять на органайзер, а перемотала на бобиночку целиком весь моточек. И посмотрите, что я придумала, чтобы не писать вот как я раньше делала. Я раньше наматывала и подписывала маркером вот здесь, видите, да, циферки. Но потом как бы получается, что, например, ниточка кончилась, и ты хорошо, если намотаешь туда такую же, а если понадобится намотать другую. То есть это надо как-то счищать, переписывать заново. А тут, смотрите, я просто взяла с моточка этикеточку и туда ее примотала. Как мне кажется, удобно очень, очень удобно. Такой маленький совет тем, кто, кому это нужно. Короче, вот так с девочкой мы поработали. Вот такая получилась девочка. Светленький и темненький. Ну, кстати, было очень приятно. Да, правда, все время хочется где-то что-то отметить, стереть, обозначить, расширить, передвинуть. Но нанесенка есть нанесенка. Пока что я довольна. Нечего было, конечно, ожидать вот такого результата тонкого. Но сойдет для настроения. Потом, может быть, попробую что-то и поправить. И теперь решила я взять на неделю. Для начала пандемик. Попался он мне на глаза, в руки. Я думаю, ну, нормально, пускай будет пандемик. А на вторую половину недели возьму, наверное, РДО. Сердечные ритмы. Тут вот Надя Вишек, Вильчик, Надя, Надежда Вильчик разбирала, предполагала свою новую ротацию. И говорила, рассказывала, система 3-2-2. То есть первые три дня недели делается основной процесс. Так у нее идет, да? Потом два дня по запросам зрителей и два дня по ее желанию или по рулетке. Это удобная система. Я сама такую использую. Только у меня будет первые три дня вот один процесс, более такой крупный, так скажем. На вторые два дня нет. Да, понедельник, вторник, среда. Пандемик, крупный процесс. Четверг, пятница процесс менее крупный, помельче. И на субботу-воскресенье остаются сказки. Сказки обязательные на соточку. Здесь мы... Так, у меня камера трясется. Олеся, прости меня, ради бога. Ты сказала, что тебя тошнит, когда что-то трясется. Ну, ты можешь не смотреть, а только слушать. Пока я не установила на штативчик. Здесь будем разбираться вот с этим местом, с этим куском потихонечку. Так, вот у нас вот этот олень должен появиться. Вот этот ромбик. Короче, тут одни сплошные орнаменты, не считая оленя и цветочка. Будем делать это. Заправила я в троечку в Нургешке. Испытать их решила, раз уж купила, надо использовать. Вот так. Такие планы у нас на эту неделю. Пандемик, затем сердечные ритмы, затем опять сказочки. Все, заканчиваю это включение. Потрясемся еще немножко. Стала я делать другой участок. Я решила, что... Ну, поскольку я все время опасаюсь, что у меня где-то что-то не сойдется, я решила более конкретную вещь сделать сначала. А уж тут впишется как-нибудь оно само. Здесь немножечко не влезло, жалко, но переставлять можно было бы, но лень, лень. Я решила, что главная фигура закрылась вот этой, ну и хорошо. Серединочку зашила. И, как видите, серединочка отличается. Посмотрите. Как всегда, мне вот этот вот не понравился. Это какой-то бардак тут, я считаю. Эта катушка мне не понравилась. Зачем эта катушка, когда можно вот эту штуку в виде вазы саму сделать. В общем, я переделала чуток картиночку. Она кажется симметричная, но она не симметричная. Тут немножечко не так. Тут вот отличаются. Короче, есть отличия. Найди, ну как минимум, пять отличий. Да. Вот так вот я сделала. Смотрите, я сделала по методу Олеси. Чтобы не закрашивать вот каждый вот этот квадратик по одному там тыкать туда пальцем возить. Я взяла, как Олеся сказала, выделить в лассо вот это все хозяйство полностью. Тем более, что это вполне возможно делать на простых каких-то сюжетиках, где не надо буквально каждый крестик отслеживать и его отмечать. А здесь как-то вот ладно, в целом вышел. Тем более, что я следую своим планам, а не то, что там сделано. И потом я все разом, сейчас мы с вами попробуем, как это делается. Так, подожди. Плюс или минус? Секунду. Ой, нет, стоп, стоп. Удалить по цвету? Чего? Так, нет. Что-то я не то сделала. Отмена. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, неправильно. Вот так. Теперь плюс. И смотрим, смотрите, вот заливочку нажимаем, все цвета. Все цвета. Окей. Все. Видите? И не надо возить пальцем там по каждому крестику. Вот так вот. Это Олеся научила в последнем своем лайфхаковом видео. Объясняла. Она такую фишечку очень удобно. В целом я здесь ничего не выделяю, поэтому вот он, этот маленький кусочек. Я не выделяю здесь какую-то зону, просто шью и шью, как есть. Теперь можно убрать уже это. Ну да, работы еще много-много. Ну все. Сколько мы тут, кстати, сделали? Давайте посмотрим. Так. Вот понедельник, вторник, среда. Три дня. 700 и 700. Ну, считай, 800 и 800. Это 1600. И еще 600. 1600 и 600. Это... О! Это 2200. Нормально. Короче, неплохо поработали. Поработали неплохо. На этом мы отложим наш пандемик, наш любимый, нашего красавчика. И завтра буду брать сердечные ритмы лесных просторов. Привет опять, ребятушки. Сегодня и завтра буду заниматься волчариком. Вот этим. Париться сильно не буду. Просто заполнять вот эти елочки. Неохота мне что-то напрягаться. Думала сделать ручку. Но нет, не хочу. Просто позатыкивая вот это вот темненькое. Простая работа на два дня. Слушайте, друзья. Такую странную вещь обнаружила сейчас. Тут речь зашла о саге чего-то. И я думаю, давай-ка я... Ну, как бы тут вроде как обновить. Но боюсь я обновлять. Боюсь все испортить у себя на планшете. Вдруг все слетит. А сохранять прогресс... У меня слишком много начатых схем. Слишком много загруженных схем. Так, что там случилось? Просто лень колупаться. И я придумала, что... Сагу же можно установить на второе устройство. Правильно? Был такой момент. Помните? Что можно установить на два устройства. Точно можно было. Если ты ее купил. Я думаю, давай-ка я установлю ее на телефон. Как бы новая версия. Посмотреть, как это все выглядит. Посунулась. Во-первых, через плей-маркет установить нельзя. Установить нельзя. Установить нельзя. Не дает. Установить нельзя. Даже отзыв написать и спросить, в чем дело. Вот мой старый отзыв. Нового я написать не могу. Могу только удалить или изменить. Непонятно. Ладно. Допустим. Хорошо. Это все не работает. Например. Не работает. Ладно. Был вариант через ВК. Через ВК обновить сагу можно было. Здесь то, как показывает сага Вернисаж. Это не то. Это перенаборы. А была группа «Я вышиваю». А была группа «Я вышиваю». «Я вышиваю» Кростич сага. «Я вышиваю». И там они давали возможность. Нет чего такой. Короче, я была на нее подписана. Я перерыла все свои сообщества, на которые подписаны. Я забила название. Это самое «туда и сюда и везде». Но она вообще исчезла. Она не то, что как там мишка сморщенный удален. Нет ее, вообще нет. Как будто никогда и не было. А ведь она же была. И там можно было обновить или установить сагу через какие-то АРК. Ах, Кота, что случилось-то, друзья? Еще только недавно, вот только что Евгения Золотарева говорила, что она хотела бы попробовать обновить сагу через что. Интересно, если она исчезла из ВК, а Play Market не позволяет этого сделать. Нет, на планшете Play Market там есть кнопочка «Обновить». Но я боюсь, я боюсь все порушить. И вообще у меня такая мысль. Вот мы сидим, рассчитываем на 20 лет работы, на 25 будущей вышивки. А у нас же все связано с сагой. Ну, у большинства, у многих. А если случится, что сага того, где гарантия, что сага будет работать 25 лет, что тогда делать? Такие вот такие мысли. Ну и вот я и решила подстраховаться, скачать сагу на телефон дополнительно. И там проверить новые фишечки. Вот этот колокольчик, например, все такое. Ну да, как бы не так. Мало того, что она не скачивается на телефон, так она еще и исчезла из ВК. Слушайте, или я что-то не понимаю, или что случилось вообще. Потому что только недавно еще я заходила туда, и там были всякие вот эти варианты, что можно будет так или эдак скачать обновление. Очень странно. Если кто-то в курсе, что вообще происходит, напишите, пожалуйста. Если кто-то обновлял на планшете недавно, до колокольчика, то есть до, чтобы появился вот этот колокольчик там, да, на планшете, как вы это делали, расскажите, пожалуйста. С другой стороны, все, что сейчас есть в саге, меня устраивает. И, как говорится, от добра добра не ищут. А просто нажать на кнопочку обновить и все потерять, что-то неохота. Но, во всяком случае, я удивлена. Чего такое? Опять, как только начинаю говорить, так голос пропадает. Я удивлена, короче, куда делась саговская группа из ВК. Я же была на нее подписана, то есть она не может у меня без следа испариться. Там должен быть там делет удаленный или еще что-то. Как-то что-то должно же быть. Какие-то следы. Вообще без следов. Как будто никогда и не было. Что за странность такая? Что я тут делаю, видите? Так. А, нет, все правильно. Шокирована, что даже шью и не знаю что. Короче, друзья, вы думаете, в курсе вообще, что происходит? Ничего не понимаю. Ну вот, мои дорогие, я поработала с волком. Тысячу с небольшим. Крестиков я сделала для этой маленькой работы. Это нормальное продвижение. На нем сейчас 17, ну почти 18 процентов. И вот я поработала, заполнила все вот эти елочки и взяла черненьким. Ой, как оно светит в камеру. На самом деле все не так, друзья. Все не так. Так. И взяла черненькие, чтобы немножко оттенить все-таки эту мордаху и немножко посмотреть, как будут елки смотреться на темном фоне. Ну, их, надо сказать, почти и не видно. Так. А здесь у нас вот такая картина. Ну, без камеры лучше видно. Черный немножко чернее, и поэтому зеленый немножко лучше выделяется. Ну да ладно. В целом довольная своим продвижением. И буду заканчивать, потому что у нас очень-очень жарко. Я вот для съемки выключила вентилятор. Но надо его поскорее снова включить, потому что ужасно жарко, особенно у меня на третьем этаже. Дальше я возьму на два дня сказочки свои, поделаю 700 крестиков. И все, конец недели. Ладно, пока-пока. Рано. Дальше я возьму